И собирая их потребности, и собирая потребности в целом компании, мы создали такую инфраструктуру. В первую очередь, повторюсь, мы эту инфраструктуру создавали для собственных нужд, для привлечения резидентов и исследований, для нашей компании, для внутреннего заказчика. В состав этой инфраструктуры вошло наше внутреннее подразделение, научно-технологический центр и ряд резидентов, которые занимались вместе с нами исследованиями в различных областях химии. Например, ряд исследователей команд, которые работали в области инфраструкционных технологий, в области инфраструкционных технологий, они имели свои производственные площадки в других регионах страны, но при этом их исследовательские команды арендовали наши лаборатории и вместе с нами работали на развитие технологий. По инвестициям это наши собственные средства, это изначально наш внутренний проект без поддержки государства. Что важно, в первую очередь для того, чтобы создавать инфраструктуру, мы оценили количество необходимых лабораторий, которые нам требуются. Функции этих лабораторий, в первую очередь, отражают потребности бизнеса в создании новых продуктов и в вопросе экологии. Сегодня говорили о циркуляционном рециклинге, о получении из отходов перевода отходов товарных продуктов. Это тоже немаловажная задача для наших компонентов. Оценив необходимые лаборатории и необходимую инфраструктуру, мы перешли к центру необходимого оборудования. Понимая о том, что основные блоки были представлены лабораторным оборудованием, и при этом понимая, что нам необходимо будет масштабировать любой лабораторный процесс в оптно-промышленном масштабе. Мы подобрали основной состав лабораторного оборудования, установили все это дело в нашем здании. И далее начали смотреть в площадках конференций, научных различных семинаров, тематических обсуждений, кто мог бы вместе с нами поучаствовать в развитии технологий. Например, лабораторию по жидкостной экстракции мы создавали совместно с резидентом, который занимался производством именно экстрагентов. И все оборудование, которое подбиралось в эту лабораторию, подбиралось исходя из возможностей нашего партнера. При этом не могу сказать, что все проекты или все резиденты были удачны. Например, проект по жидкостной экстракции, он в процессе исследования, разработок, в процессе получения цифр, мы поняли, что экономически для нас в нем нет перспективы, поэтому мы отказались от его реализации. И на какое-то время оборудование проставило. Прошло несколько лет, рандипарк мы создали в 2016 году, ввели его в эксплуатацию. В 2021 году мы вернулись к этой теме, нашли новый интересный для нас проект. Мы уже в внутренней силе, мы сегодня уже сами эксплуатируем это оборудование. Все это дело сопровождается аналитикой, аналитическими нашими мощностями. При этом мы как сами для себя сегодня делаем аналитические сопровождения, так и оказываем услуги сторонним компаниям, которые находятся как на нашей площадке, так и вне нашей площадки, но схожи с нами по объектам, по профилю исследований. Второй идеей в целом, о чем я не сказал, нашего аналитика, была возможность оказывать услуги по научно-исследовательским работам, научно-исследовательским опытом, конструкторским работам, сторонним организациям. По сути, делясь теми наработками, которые у нас есть, и принимая от партнеров наиболее эффективные и технологические решения. По сути, в принципе, это поновато. Знакомясь с коллегами, мы удерживаем фокус на потребностях бизнеса, усиливаем на том, какие области для нас были бы наиболее интересны. У нас есть компетенции в области традиционных металлов, у многих партнеров есть компетенции, например, в переработке или в кондиционировании получаемых полупродуктов производства. С такими компаниями мы входим в партнерское отношение. На первом этапе, как правило, договорная работа, работа по научно-исследовательским форматам, далее с возможным привлечением партнеров в нашу инфраструктуру, проведением исследований, далее уже внедрением в промышленности получаемых результатов. Второй момент при создании инфраструктуры, что необходимо учитывать, что мы поняли далеко не сразу. Говоря о научно-исследовательской работе, необходимо помимо физической инфраструктуры выстраивать бизнес-процесс, понимать, как резиденты и как идеи резидентов будут браться в работу, как будут происходить оценки их эффективности, так как научно-исследовательская работа все-таки специфическая вещь, и невозможно сразу оценить, окупаются они экономически, несут ли они экологически, или что-то еще. Поэтому здесь немаловажный фактор играет наличие экспертизы внутри компании. Вот такого профильного экспертного совета. Первый вариант. Второй вариант, о чем мы сейчас думаем, это создание таких гросс-функциональных экспертных советов, куда входят компании и партнеры, у которых есть экспертиза в различных областях. При этом стартап или молодая команда, которая имеет определенную идею и проект, может презентовать и получить экспертную оценку, либо какой-то комментарий относительно своей идеи. Если проект стоящий, они вполне себе приходят к нам, либо к площади, в ответственность заключается договор на научно-исследовательскую работу и команда работы. Говоря об успешном, наверное, примере, но об этом мы расскажем больше завтра, одна из таких компаний пришла к нам работать в 2016 году. Они были молодой компанией, стартапом. Они производили, по сути, сорбенты. Эта технология для нас совершенно не специфическая, совершенно специфическая, не профильная, она для нас нетрадиционная, как пришла из атомной отрасли. Но при этом мы решили попробовать. Ничего не понимая об этом, заключили первое договорование о том, у нас стало что-то получаться. Далее компания, производя сорбент совершенно для других металлов, адаптируя свою технологию под наши потребности, совместно с ней мы реализовали первое промышленное людей. Приоценив перспективы с этой компанией, мы просто ее купили. И теперь этот стартап, по сути, стал начальник компании, как раз все это, когда я говорю о компании Axiom, редкий предоценный потал. Основное, пожалуй, все. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, у нас, правда, ожидается в завтрашний день разбой как раз вот кейс Axiom, он мне, правда, кажется интересным. И по смысловой части, и с точки зрения экономики, потому что у меня еще специалист по инвестициям, да, будет завтра руководитель направления, Василий, он здесь тоже. И мы завтра как раз и разберем и смысловые, и технологичные вопросы, и, наверное, вопросы экономики, как компания сама эти смыслы, да, и эффективность рассматривают этот проект. Поэтому спасибо большое. Коллеги, у нас еще один докладчик. Я предлагаю, не тратя время, перейти. У нас онлайн выступление, да, Николай Андрей Владимирович, это технопарк Мордовия. И такую тоже небольшую подготовку мне здесь кажется интересным по нескольким причинам. Первое, технопарк создан, ну, по сути, тоже с финансированием бюджетным. Второе, и там специальная схема, да, работы есть. Второй момент, это технопарк, который ориентируется на технологии высокие, есть практика сотрудничества там с компаниями разных сфер. И понятно, что это требование времени, да. Сама функция технопарка, это требование времени. Поэтому я передаю слово Андрею Владимировичу. А, добрый день, коллеги. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно участвую в своей исторической сессии. И я стараюсь как-то рассказать про нашел. Так, я думаю, что сейчас должно быть видо, да, Николай? Отличный вид. Презентация, да. Технопарк Мордовия, собственно, создавался в протяжении последних, практически, 12 лет, то есть еще до 2010 года. Действительно, он представляется, например, технопарк, который создавался больше по инициативе государства и, в основном, за счет различных программ, которые рассматривают бюджетные финансирования. На этом я, собственно, остановлюсь. То есть на сегодняшний день мы, в принципе, имеем комплекс, который, скажем так, или три измерения, это инфраструктура, да, так, инфраструктура, которая создана сервис, как набор услуг, который мы оказываем своим резидентам. Ну, вот важные компоненты – это атмосфера. То есть все же, наверное, видим технопарк, думаем о технопарке, как об учреждении, которое создаёт определенную атмосферу для развития вот тех самых стартапов, технологического предпринимательства, чтобы молодые люди сюда, ну и не только молодые, приходили, могли, собственно, развивать бизнес и двигать свои идеи. Значит, ОБО специализации, ну, она странно так сформировалась, исходя из тех инновационных компетенций, которые есть в регионе, из светотехника, традиционная компетенция для Мордовии, потому что мы фактически являемся, ну, создавались на базе части площадей, по заводу ЛИСМА, а завод ЛИСМА в Мордовии – это 100 гектар-телетро, и этот завод обеспечивал в свое время до 50% производства всех ламп в Советском Союзе. Вот, поэтому светотехника – это такая сильная компетенция в Мордовии, она развивается в конечном районе технопарка. Волокольный оптик, электроника в Мордовии, первое единственное в России, завод по производству оптового ворка, построенный, соответственно, там, один из лидирующих регионов по развитию компетенции в сфере фотоники. Нанотехнологии композиционных материалов здесь у нас партнерство с фондом инфраструктурных образовательных программ в основном, и в рамках этого партнерства действует центр нанотехнологии и наноматериалов, который как раз развивает стартап в этом направлении. Электронные приборы строения, инфраструктуру для Мордовии специализации, и информационные технологии, тоже есть несколько сильных компаний в регионе, которые этим занимаются. Вот, собственно, за 10 лет мы получили инфраструктуру, которая на этой картинке, там, 43 тысячи метров, которая состоит, фактически, у нас есть офисный корпус, у нас есть корпус для экспериментальных производств, и несколько центров компетенции. Центр проектирования инноваций, инжиниринговый центр, центр оптовектронного прибора строения, я чуть позже на них поставлюсь. Вот, и все это, собственно, такой обобщающийся склад, да, то есть больше 6 миллиардов рублей вложено в то, что мы сегодня, в ту инфраструктуру, которую мы сегодня имеем. Видно, что источниками финансирования, программы федерального бюджета, региональный бюджет софинансировал, ну и частично привлекалось внебюджетное финансирование, но видно, что порядка 10% всего это внебюджетное вложение. То есть фактически государственный технопарк у нас получился в Мордовии. А исторически, здесь тоже видно раскладку на СНР на оборудование, то есть видно, что достаточно много денег вложено в оборудовании, и как раз у нас созданы те самые центры компетенции, которые достаточно сильны сегодня по набору оборудования, особенно с учетом сатанкций у нас ряд заварят уникальных позиций оказался, и на базе которых, вот этих центров компетенции, мы сегодня развиваем, собственно, ряд стартапов и ряд технологических компаний, которые должны использовать вот эту инфраструктуру, вот этого оборудования, в том числе и совмещающую продукцию производить, в том числе заниматься новыми технологиями. То есть сделано сегодня какое-то страшно серьезное заделку инфраструктуры, и, собственно, наша задача дальше двигаться уже в сторону именно развития конкретных технологических компаний. Ну, значит, блокно-ноутихотоп-электрон, кластер, который сегодня у нас действует на базе технопарка, 19 предприятий, плюс университет, плюс инфраструктура. То есть сегодня достаточно большое перечень продукции производится как раз в рамках этого кластера. Ну и, собственно, мы продолжаем развивать кластерную тематику на базе технопарка, потому что она сегодня позволяет пользоваться собственно той самой по основной субсидии, которая доступна сегодня в рамках постановления, по-моему, 41-е, по-моему, постановление правительства. Что касается резидентов. Ну, как я сказал, технопарк у нас революционировал, сначала развивался как технопарк в сфере высоких технологий, потом мы дополнительно обучили аккемпетацию как промышленный технопарк. Отличие в том, что технопарк в сфере высоких технологий не было требования присутствия физического резидента на территории. Поэтому резидентов в технопарках в сфере высоких технологий достаточно много. Ну, скажем так, часть компаний здесь достаточно крупные, достаточно активные. Смотрим, какие-то, действительно, за эти годы станут успешными, поэтому наверное, не все 103 резидентов здесь получились, но достаточно большое количество этих компаний действительно работают, их привязка к технопарку сегодня это в основном использование тех услуг, конституционных услуг, подобных услуг, которые оказывает технопарк. В точке зрения промышленного технопарка мы стали одним из первых технопарков, который аккредитовался в прошлом году, точнее мы уже в этом году получили аккредитацию как промышленный технопарк на трон-дорке. У нас сегодня 35 резидентов, эта компания уже не просто тресно расположена на территории технопарка и на той инфраструктуре, которая прошла аккредитацию. Эти компании сегодня развивают ряд проектов по направлениям, в том числе ряд наших резидентов сегодня, в том числе имеют партнерские отношения с компанией Нинерникеля и ряд проектов развиваются по взаимодействию и резидентов наших технопарк и компаний работающих в том числе. Как я сказал, достаточно много денег мы инвестируем в технологические возможности в насоснованном серьезный научно-испытательный центр, который сегодня плотно работает в интересах Росатома и Абшаделя. Последние тесты были в интересах компаний производителей для гражданской авиации. Здесь достаточно серьезная испытательная база недорогое импортное оборудование, которое позволяет проводить широкий спектр испытаний. Центр проектирования и прототипирования тоже достаточно много было вложено в создание материально-технической базы. Он позволяет фактически проектировать любые приборы и создавать программное обеспечение для этих приборов. Инженерик в центре волоконной оптики, его создание завершается на данном интерапе и планируется, что он сможет производить целую линейку оптических волокон для различных применений. Тоже достаточно уникальный центр. Но и центр робот-электроф, приборостроения тоже достаточно много в порудовании было куплено в рамках 316-го постановления и сегодня на базе этого центра развивается ряд компаний, которые производят компоненты для различных оптических приборов. Линзы и достаточно широкий спектр продукции. Также у нас технопарк является региональным оператором фонда Спокова. То есть фактически мы являемся региональным оператором, имеем возможность предоставлять все услуги спокова у себя в регионе для компаний, работающих в регионе. Мы стали одним из первых, кто привлек индустриального парка в систему фонда Спокова РМРЛ, компания, которая одна из крупнейших компаний Мордовии. Он занимается вагоностроением. На сегодняшний день у нас на территории технопарка парка центр исследования и разработок РМРЛ размещается и проектирование вагонов в развитии инженерных процессов интересных компаний при сколько раз на территории технопарка. Ну и плюс мы привлекаем резидентов фон Спокова, которые могут пользоваться теми инфраструктурой, теми сервисами, которые есть у фон Спокова. Ну в принципе наверное все. Вы меня просили кратко если в рамках вопросов ответить на какие вопросы. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы как и обещали. Я надеюсь, что с нами если можно вывести наш общий зум, то с нами надеюсь, что все коллеги тоже с нами еще остались. И у нас есть возможность, как мы договаривались, задать несколько вопросов как коллегам присутствующим мощно. Я надеюсь коллегам которые с нами онлайн чтобы они какие-то вопросы ответили. Есть ли вопросы по этим действительно очень интересным и очень важным презентациям конкретных и очень результативных работ? или все как-то очень серьезно задумывались? Да, сейчас, пожалуйста. опять тоже будет не переживать такие вещи очень сложно сказать что таким драйвером триггером служило что столько предпринимателей еще с такой уверенностью причем не до конца понимают прибыльности или сроках вот они шли на эту территорию это настолько сложно с властью работать чтобы пойти самому участок взять и что-то провести или все-таки другие какие-то были еще критерии что они на этот участок идут наполняться что в чем-то ну да конечно это землянный поток как раз в это время был несимый поправки и любой плачок земли будет через арги иначе дома поэтому то что мы готовы получать статус резидента то и в тот же день мы передаем до 85-го года земельный участок то есть это на 70 сколько лет а сейчас уже советский союз существует насколько на какой срок горизонт передаем справа выкупа собственности и так далее это первое ну второе как бы ну мы поверили потому что мы этот проект шли единым фронтом то есть я со своими резидентами это глава города Якутска основной инициатор проекта уже первые 50 миллионов он дал подключилась региональная власть несмотря на все некоторые там жероховатости потому что в итоге у нас глава региона стал Сергеевич но поддержка как бы они тоже посмотрели ну ничего себе мы тоже можем и они дали на следующий год глава республики дал 50 миллионов 100 тысяч и плюс каждый наш экзидент ему дают обещание о том что у тебя у тебя все будет это не только я но и могут пожать руку и главе города и республики вот видели нам вообще фотографии что включалось свидетельство то есть вот такая куда там дальше гарантии и плюс я смог убедить институт развития дальнего суток о том что давайте сначала построим здание и потом продавали квартиры потому что никто не готов ждать это реально спасибо большое еще у нас есть вопрос извините Дмитрий еще к вам у меня вопрос по резиденту вот например которые замышляли проекты по производству труб или кирпича понятно что все начиналось с обеспечения местных потребностей без замахов там куда-то продавать но я так понимаю вы же тоже ограничены логистически то есть в принципе тоже же мог быть привозной например кирпич и местный производитель ну как бы вот швах вот такой вам ну да еще не хватало кирпичи возить реально только суперелитные дома у нас из кирпича но когда есть кирпич в населенном пункте о чем мне китайский инвестор заверил в любой точке планеты там где есть кирпичный завод все самые даже лачуги они построены из кирпича то есть тут как бы и все а труба у нас население меньше миллиона экономика такая обычная в принципе но мы самый крупный регион на планете и у нас очень большие протяженности то есть труба дело всегда хорошее все что у меня асфальтный завод сейчас открылся тоже на дороге там 10 метров это как раз понятно а вот коллеги есть ли у нас еще вопросы в зале может быть кому-то еще или кто кто у нас онлайн тебя последний вопрос тогда да у меня община будет вопрос ко всем руководителям технопарков вот условно есть утверждение некоторых людей экспертов что голову мороз у нас большие задачи связанные с логистикой надо строить склады а потом склады двойного назначения давайте по технопарке показывать ну вот общая реакция на такой тезис можно по два-три слова зайдет такая схема не зайдет вообще для норильского действительно склады нам нужны а потом как их превратить в технопарки возможно или нет давайте индустриальные парки будем так говорить давайте а онлайн никто не хочет ответить на этот вопрос из наших коллег пока нет а Александр мне кажется не совсем удачная идея сначала строятся плоды а потом делать из них индустриальные парки все-таки между индустриальным парком и логопарком есть большая разница в технических требованиях помещениях с мусором обеспеченности вот поэтому я не очень верю в эту идею какую-то часть спадов наверное можно перепрофилировать но это будет незначительная часть спасибо еще кто-то онлайн хорошо кто из вас